Турнир по мини-футболу, посвященный памяти легендарного профессионала, российского спортсмена, заслуженного мастера спорта, игрока в мини-футбол Константина Еременко проходит уже в пятый раз. На этот раз его провели в УСК Подмосковье. Константин Еременко признан лучшим игроком мини-футбола 20 века. В официальных матчах забил 1132 мяча, получил прозвище «Русский пеле». Известен своими выступлениями за московскую Дину и сборную России по мини-футболу, вершиной которых стало завоевание золота чемпионата Европы по мини-футболу в 1999 году. После завершения игровой карьеры стал президентом мини-футбольного клуба «Динамо». Также занимал руководящие должности в Ассоциации мини-футбола России. С 2002 года и до конца жизни работал президентом МКФ «Динамо». Еременко умер в результате сердечной недостаточности 18 марта 2010 года. Кубок имени Константина Еременко проводится ежегодно с сезона 2013-2014 года под эгидой Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Турнир получил поддержку со стороны Союза Европейских футбольных ассоциаций. Этот турнир как бы продолжает действительно традиции, которые издавна сложились, когда в Щелково проводилось много международных соревнований. И вот мы на сей раз решили вернуться к истокам и проводим этот турнир замечательный в этом городе. Потому что мы любим это спортивное сооружение. Здесь много раз сыграла сборная команда России. И для нас в Щелково это синоним мини-футбол. На этот раз участие в соревнованиях примут представители трех стран. За главный трофей будут бороться российские КПРФ и Норильский Никель, казахстанский Кайрат и латвийский Никорс. Пятый международный евразийский турнир по мини-футболу имени Константина Еременко проходит в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Это поистине событие для всех любителей футбола. Сегодня на открытии сражаются две ярких команды – КПРФ Россия и Никорс Латвия. Первая игра команд КПРФ и Никорс ознаменовалась яркой и убедительной победой КПРФ отцев. Забивать первые голы получалось непросто. Латвийцы мастеровито держали оборону, отражая удары, ловкие перехваты, попытки увести мяч, все же не спасли игроков Никорса. Первый тайм завершился пятью голами наших против одного латвийцев. Дальше больше. Уже второй период принес ворота соперников еще один гол. Однако разница сократилась. Никорс, забив еще два мяча, осуществил попытки прорвать оборону и приблизить успех. Но не тут-то было. Перехватить инициативу не удалось. КПРФ вошел в раж и вкатил еще несколько голов в ворота соперников, прибавив несколько очков. Итог игры – 11-3 в пользу команды КПРФ Россия. Ну, понятно, это не умаляет ничего. Команда, которая сильнее, она есть сильнее. Кто заслужил, тот победил. Но, может, чуть-чуть больше. Нет никаких извинений. То есть, выиграли, выиграли, хорошо, всем спасибо. Мы учитывали силу соперника и статус соперника. Я объясню, почему статус. Потому что команда не только является лучшим в своей стране. Она постоянный участник Кубка Ульфа. То, что напрямую означает, что у команды есть опыт, у команды есть понятие, как играть с командами из других стран. И я считаю, что, например, на первом тайме это сопернику удавалось. Удавалось и забитые мячи, наши ворота как нас наказывали за наши ошибки. Особо отличился в ходе этого матча игрок КПРФ под заветным 13-м номером. Капитан мини-футбольного клуба КПРФ Паулинию, который забил дважды за минуту и оформил хэт-трик. Он же и стал лучшим игроком матча от команды КПРФ. Неважно, в принципе, играли от начала до конца, выложились. Неважно, там сыграли бы, выиграли бы в два мяча, там, либо, вот как сегодня, 11 забили. Но, как я уже сказал, мы сделали хороший игрок и мы успели. Но, как уже сказал, главное, сыграли неплохо и добились позитивного результата, положительного результата.